По статистике, немалая часть пожаров происходит в домах с печным отоплением. Нарушение требований пожарной безопасности, неисправность оборудования – все это может привести к плачевному, а порой и непоправимому финалу. Наши корреспонденты искали решение проблемы. В Легческом районе спасатели ликвидировали возгорание кирпичного гаража. Огонь повредил стены и потолочное перекрытие. А в Садовом товариществе Светанок Гомельского района в результате пожара уничтожено кровля деревянной бани. В деревне-городок Лоевского района горел деревянный жилой дом. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших. Одинаковая и причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. За 9 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 115 пожаров по причине неисправности печного отопления, в которых 4 человека погибли. За август было 4 пожара, а за сентябрь – 10. Для предотвращения трагедии сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические спецмероприятия. Состояние печного отопления проверяется каждый год. Владельцы домов, как правило, поддерживают печки в надлежащем состоянии. Однако мелкие нарушения выявляются. Работники МЧС делают акцент на установку притопочных листов согласно нормам пожарной безопасности. Следует перед началом отопительного сезона проверить свою печь. Притопочный лист возле топочного отверстия по данным требованиям на сегодняшний день не должен быть соответствующих размеров. Достаточно, чтобы он был на ширину притопочного отверстия, а также из негорючей стали. Мне запрещено, конечно, также покрывать его различными красками, как это любят делать у нас в различных деревнях, потому что краска является горючей все-таки жидкостью. И тем самым при попадании угля из топочного отверстия во время топки печи может произойти возгорание. К сожалению, инспекторов в каждом рейде находятся и не совсем добропорядочные граждане. Есть владельцы частных подворьей, которые захламляют свой участок мусором и строительными материалами. Встречаются и люди, которые не устанавливают извещатели и на притопочном листе размещают макулатуру. Если в процессе отопления искра попадет на вторсырье, возгорания не избежать. При подготовке к зиме в Гомельской области ежегодно обследуются более 70 тысяч домов с печным отоплением. По каждому недостатку, выявленному при проверке, принимаются конкретные меры. Выносятся рекомендации и направляется информация родным владельцев жилья, а также организациям по последнему месту работы. На сегодняшний день спасатели прибегают ко многим способам для того, чтобы обезопасить наших граждан. В преддверии отопительного сезона, конечно, прибегают спасатели и к старым проверенным методам. Это посещение домовладений, рассказывание, проверка печного отопления, рассказ гражданам, инструктирование их по правилам пожарной безопасности в своих частных домовладениях. А также подходят к различным креативным способам. Это такие способы, как написание писем нашим одинокопроживающим гражданам, пенсионерам, куда прилагается инструкция по правилам пожарной безопасности. И нашим пожилым гражданам рассказывают, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, а также как сделать свое домовладение безопасным и подготовленным к отопительному сезону. Сотрудники МЧС также рекомендуют приобрести огнетушитель. Главное – уделить этому время и подойти к покупке ответственно. Обратить внимание стоит на множество характеристик, начиная от сведений о сертификации и заканчивая датой перезарядки. На огнетушителе должен стоять знак соответствия с регламентом. Если есть манометр, проверяется в норме ли давление. На огнетушителе проставляется маркировка о том, что этот огнетушитель, какие вещества может тушить. Если есть манометр, мы обязательно должны проверить, нормально ли в нем давление. Дальше на огнетушителе мы видим, как им нужно правильно пользоваться, где его нужно хранить, в каких температурных погодных условиях. Следует обратить внимание о том, что испытывать и перезаряжать огнетушитель следует так, как написано на самом огнетушителе, на его маркировке. Вот в данном случае указано – испытывать и перезаряжать не реже в одного раза в пять лет. Продавцы огнетушителей отмечают – белорусы сейчас относятся к такой покупке с большой ответственностью. Всегда просят паспорт, средства, обращают внимание на отметку о сертификации. Правда, связано это отчасти с требованиями прохождения техосмотра. Российские огнетушители не подходили по стандартам, поэтому их возвращали назад. Раньше в центре внимания спасателей были и небезопасные обогреватели. Сейчас ситуация изменилась. Необходимо использовать только сертифицированные электроприборы. Конечно же, перед применением, использованием этого электрического прибора, необходимо ознакомиться с инструкцией. Не допускается, чтобы электроприбор, как многие граждане у нас любят включить, и он работает всю ночь, до отхода ко сну необходимо выключить электроприбор. Не допускается перегружать электросети, минимизировать напряжение данной сети. Конечно же, также не стоит сушить на электроприборах различные вещи и ставить их подальше от горючих конструкций, а также от мебели в своих домовладениях. Проверки в ближайшее время будут продолжены. Сроки устранения недостатков взяты на контроль. Вместе с тем спасатели призывают граждан не оставаться сторонними наблюдателями и устранять замеченные нарушения. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де Факто». Редактор субтитров А.Семкин